Привет, друзья! Тринадцатый чемпион мира Гэри Каспаров своей любимой шахматной фигурой всегда называл коня. Частенько закаспаривал его и впендюривал на поле Д3. Ну и сегодня мы разберем одну из таких партий, в которой его конь продемонстрировал просто чудеса эквилибристики. Данная партия была сыграна на легендарном супертурнире в Ленаресе в 1992 году против Любомира Любоевича. Поединок начинается английским началом, Гэри отвечает современной защитой. Белый развивает коня, черный фенкетирует слона. Любович поступает аналогичным образом, Каспаров устанавливает пешку в центр и на ответный слон G2 открывает диагональ белопольнику. Любомир также открывает дорогу своему хаботастому другу, Каспаров набрасывает пехоту на королевском фланге, и Белый применяет V-образную схему шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника. Устанавливает прочный контроль над центральным полем D5, но при этом ослабляет поле D4 и делает отсталой пешку D3. Тем временем стороны готовят эвакуацию королей. После двух нулей Любович делает профилактический ход H3, чтобы никто и никогда не дергал его слона за хобот. Каспаров намерен прорваться в центре доски. Белый завершает развитие. Гэри играет слон E6. И здесь Белым нужно было предварительно поменяться на поле F5 и только после этого строить батарею по диагонали C1-H6. В случае хода D5 Белый прорезает черные поля в стане неприятеля. Но вместо этого в партии югославский гроссмейстер сразу играет ферзь D2. Каспаров пробивает на поле E4 и выясняется, что пешкой добрать нельзя из-за потери на поле C4. Приходится забирать конем. Каспаров меняет пару лошадей и продвигает пешку D5. После обмена пешками и бегства офицера черные полностью завершают развитие. У них преобладание в центре и более свободная игра. Далее гроссмейстеры налаживают коммуникацию тяжелых фигур. Любомир защищает пешку на поле H3. Каспаров нападает на слона и после отступления на поле G5 намеревается истребить главного защитника королевской резиденции. Любович согласен меняться только на своих условиях. Каспаров планирует сдвоиться по линии F. Король защищает слабую пешку и Гарри играет ферзь E6. Нападает на пешку A2, а также прицеливается к пешке H3. С идеей напасть на слона и в случае взятия поменяться на поле E4, поменяться на поле H6, напасть на ферзя и навалиться двумя фигурами на пешку H3. Таким образом Каспаров словно профессор надеется вытянуть ответ у талантливого, но ленивого студента. Любовь все-таки меняется на поле D5, закрывается от шаха и Гарри запускает Аркадия по бровке с целью расшатать ферзьевый фланг. Любый мер предпринимает какую-то демонстрацию на противоположном участке доски, но после хода А4 оказывается, что H5-то не работает. Черные могут просто забрать пешку и проблемы с пунктом F3 не дают возможности белым перестроиться. Так что в партии югославский гроссмейстер при отсутствии активного плана игры начинает стоять на месте и ждать с моря погоды. Каспаров прорезает черные поля, продвижение B3 оставляло глубокую рану на поле C3. Так что Любович играет ладья B1. Слон переходит на диагональ F8-A3, белый меняется на A3 и защищает дополнительно слабую пешку. Многочисленные пешечные слабости белых обрекают их на пассивную защиту. Каспаров зажимает противника в стальные тиски. После хода ладья B1 фиксирует дополнительно слабость на A2 и C3. Любович продолжает стоять на месте. Каспаров предлагает размен ладей. После хода ладья B2 начинает эпический маневр своего коня. Белый освобождает поле D2. Кобылянский скачет на D3 и здесь Любович допускает еще одну ошибку. Он нападает на ладью, отдавая пешку на поле D3 и после взятия атакует ладью. Очевидно рассчитывая на отступление данной ладьи на поле A3, чтобы связать чернопольного слона противника, напасть на пешку B4 и слегка запудрить Каспарову мозги. Но вся беда в том, что в партии ладья Кувалда проламывает черепандри пехотинцу. После взятия Гарри дает пешечную вилку, отыгрывает ладью и продолжает маневр своего коня. Любович жадно жирает пешку и в очередной раз в своей карьере Гарри закаспаривает коня, нападая на чернопольного слона противника. Выясняется, что брать на поле F8 нельзя из-за удара на F3. И в случае взятия Ферзем черный дает коневую вилку и получает большое материальное преимущество. Учитывая это, в партии слонику приходится улепетывать на поле D2. Каспаров подкидывает дровишек в костерок. В случае отступления Ферзя на поле Е2, черный нападает на коня, дальше проводит двойной удар, выигрывая сильнейшую фигуру противника. Ввиду этого в партии югославский гроссмейстер вынужден отдавать качество, но его партия катится под откос. Черный конь продолжает бесноваться, после хода А4 Каспарова нападает на слона. На отступление угрожает коневой вилкой. Это не конь, это просто какой-то пегас, который летает по доске словно на крыльях. Каспаров усиливает давление на коня, белый толкает вперед проходную пешку, но после продвижения Е4 черный шахует короля, ну и конь своими коваными копытами ставит жирную точку в этой партии. На 46-м ходу Любович сдался, поскольку в случае взятия на поле Д2, черная пешка либо проходит ферзи, либо нужно отдавать своего коня. Но в том случае, если белый защищается от шаха с поля Ф1 с последующим матом путем конь Ж2, то черный также играет ладья Ф1, и здесь белым нужно либо отдавать ферзя, либо получать матец на поле Ф5. Вот такая классная партия в исполнении 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. И если вам она понравилась, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, бейте в колокол и до следующих встреч.